Тельцы, рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео хочу вам представить Тароскоп на сентябрь 2018 года. Работать мы будем сегодня с колодой Таро Законопритяжения. Колода оракульного типа. Она отличается от классики не только своей прорисовкой, но и смысловыми значениями. Итак, расклад нам покажет всего 6 позиций, а именно общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно и благоприятно провести этот месяц. Хочу напомнить, что расклад все-таки общий. Он выполняется для широкой аудитории. Не может проиграться абсолютно идентично для всех тельцов. По многим причинам. Объясню почему. Основная из них это то, что вы можете являться, то есть вы являетесь представителем знака зодиака телец, но асциденты у вас будут абсолютно в разных знаках. Поэтому некоторым из нас необходимо смотреть терраскопы еще и по своему асциденту. Как его определить? Вы вбиваете в Google вычислить асцидент. Вам выдают программу, в которую вы вбиваете время, место и дату вашего рождения. И программа вам показывает, в каком знаке находится ваш асцидент. Ну, как вариант. То есть вы можете быть тельцом, а асцидент у вас может быть во льве. Поэтому на месяц вы просматриваете и тельца, и льва. И сопоставляете все-таки, какие события у вас отыгрываются в большей степени. Соответственно, понимаете, что, например, терраскопы, например, по асциденту, для вас более реалистичны в жизни, да? Либо же терраскопы для тельца. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. События, которые у вас, вероятнее всего, отыграются в плане работы. Финансов. Здоровья. Личной жизни. И советов карт. Так, давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. У вас здесь падает королева жезлов. Это карта работы, предприимчивости, роста. Особенно, я говорю, отыгрываются у тех, у кого асцидент в огненной стихии. То есть это овен, лев или стрелец. То есть, знаете, еще, ну здесь такая вот трактовка. Работа, работа и еще раз работа. То есть вы будете заниматься продвижением себя, своих идей, целей. Для кого-то это будет и карьерный рост, для кого-то это будет становление его дела и развития. То есть вы всецело будете погружены в обучение, изучение и продвижение и повышение квалификации. Так, что же с позиции работы? Ну, с позиции работы, как говорится, карты вам в руки. Туз Пентакли. Карта новых начинаний. Карта новых идей. Продвижение. Колоссальный новый проект, который принесет вам богатые перспективы. Туз Пентакли, вообще-то, карта успеха абсолютно во всех сферах жизни. Старину, когда падала эта карта, после нее больше карты другие не смотрели, потому что она, в принципе, перекрывает любые неудачи. Это карта, которая указывает на то, что если на текущий момент вы безработный, то однозначно вы сможете трудоустроиться. Причем на работу не только хорошую, да, в плотне душевной атмосфере, но и высокооплачиваемую. Если вы наемный работник, это в целом может быть, ну, знаете, как перейти в новый филиал, либо на новую должность, либо здесь может быть повышение оплаты труда. Если у вас его бизнес, это новый филиал, новые перспективы, новые деловые контракты, которые целяют вам очень хорошую прибыль. Что вас ожидает в сфере финансов? Ну, что мне вам сказать, если падает непосредственно ваша карта? Королева Пентакли, ну, это представительница земной стихии, да? Вы являетесь представительницей земной стихии. Королева Пентакли, вот, собственно, вы, женщина состоявшаяся, независимая, амбициозная, целеустремленная в плане финансов, деньги потекут к вам рекой. Вот, понимаете, сентябрь месяц – это ваше все. Тут, как говорится, работа, работа и еще раз работа, и тут вы будете в прямом смысле этого слова на коне. То есть вы не только будете себя чувствовать уверенно, вы повысите свой социальный статус и увеличите оплату вашего труда. То есть здесь могу за вас только порадоваться. Что вас ожидает в плане здоровья? Так, а вот в плане здоровья здесь падает Король Мечей. Эту карту мы будем уточнять. Почему? Ну, потому что иногда она является все-таки, скажем так, картой обострений. Ну, то есть здесь могут быть какие-то приступы. Приступы абсолютно любые. Это может быть как мигрени, да, головные боли. Так это могут быть, ну, не знаю, там, почки. У кого-то сердечно-сосудистая недостаточность. У кого-то в целом обращение к врачу, потому что здесь Король Мечей – это карта врача. Восьмерка Мечей – вы будете скованы рядом обстоятельств и какого характера. Так, здесь у нас падает карта борьбы. И смотрите, давайте с вами протрактуем. Итак, с позиции здоровья обращение к врачу. По какой причине? Что-то вас будет глушить. То есть либо какое-то хроническое заболевание, либо в целом то, что вас выбивает из колеи. Ну, например, упадок, усталость, эмоциональное, физическое истощение, да, что влияет в целом на ваше самочувствие и так далее. И вот вы с этим будете бороться за счет врачебных предписаний. Видите, карта борьбы. Для кого-то это может быть еще проиграться, как, знаете, вот поехать на какой-то оздоровительный отдых, да, с целью излечения. И самое главное, поймите, вот видите, по карте влюбленные, это то, что благодаря исполнению предписаний врача вы достигнете баланса и самое главное – выздоровления. В целом, с позиции здоровья, карта влюбленный иногда может указывать на заболевания парных органов, но вот те арканы, которые у вас падают в совокупности, говорят о ситуации стабилизации вашего здоровья и хорошем самочувствии по итогу. То есть в течение сентября вы сможете разрешить эту вашу значимую проблему. Что вас ожидает в плане личной жизни? А вот в плане личной жизни не все так просто, потому что здесь падает шестерка мечей. Шестерка мечей, тут сама по себе изображена ситуация, да, одна женщина, двое мужчин. Если вы мужчина, то для вас будет соперник, если вы женщина, вы будете выбирать из двух мужчин. Ситуация выбора, ситуация конкуренции или же, это знаете, как кто-то выйдет из тени, кто-то вернется из прошлого, напомнит о себе и даст о себе знать. Вообще эта карта говорит о том, что вот благодаря совместным усилиям вы пытаетесь, да, каким-то образом благоприятно разрешить ситуацию, кого-то спасти. Но я вам скажу так, в этой ситуации вы будете пытаться спасти саму себя. То есть сделав правильный выбор и расставив правильные акценты. Здесь вы будете понимать, кто же вам будет ближе, тот партнер, который с вами на текущий момент, или все-таки вот тот мужчина из прошлого. Вот вам будет ситуация выбора, да, то есть увидеть его истинное лицо, либо увидеть каким-то образом тень какого-то будущего, последующего мужчины. Но в целом карта говорит, что на текущий момент вот у вас появятся сомнения. Все-таки, скажем так, строить отношения с текущим партнером, либо же дать шанс бывшему. Так что он такой месяц неоднозначный. Ну и с позиции совета, о чем нам говорят карты. Карта баланса. Именно здесь повешены, это не ситуация застоя. Это ситуация движения вперед, медленно, постепенно балансируя. То есть чего бы это ни касалось. Работы, финансов, в целом, да, вот здоровья, либо личных отношений. Делайте все постепенно, не спеша, балансируя. Знаете как, тише едешь, дальше будешь. То есть вы, делая верные шаги, сможете быстрее добраться до конечной вашей точки, до конечной цели. Вот об этом вам советуют, скажем так, именно поступать таким образом карты. То есть действуйте взвешенно, действуйте обдуманно, и вы обязательно достигнете своих результатов. Чего я вам искренне, от всей души желаю. Искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. Оставляйте свои комментарии. Буду вам благодарна за обратную связь. Для тех, кому нужны индивидуальные консультации на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. До новых встреч!